Дмитрий Орешкин, российский политолог, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Вот так называемые выборы прошли, Путину нарисовали под 90% голосов, результат был известен еще до этого всего. Так зачем было проводить эту имитацию голосования, как думаете? Есть ли еще кто-то в России, кто верит в то, что кто-то там что-то реально выбирает? Ну, конечно, это не выборы, даже в кавычках, но это важный политический ритуал, я бы даже сказал обряд, который символически закрепляет за Путиным роль лидера. В этом смысле Путин откатил Россию куда-то в глубокое средневековье, когда важно провести именно обряд, там, помазание царя на царство. Эта вот обрядовая составляющая, она чрезвычайно важна. И именно поэтому Путину было важно показать, что все его поддерживают. Ну, если не все, то абсолютное большинство, а те, кто не поддерживают... Короче говоря, даже если отбросить этот фальсификат, мы с вами получим разочаровывающий результат, который говорит о том, что Путина поддерживает 75, а может быть даже больше, где-то ближе к 80% без фальсификата. И вот как раз это самый печальный результат, потому что фальсификат – это работа или манипуляции с цифрами. А вот Путин оказался большим мастером манипуляции с мозгами. Многие люди действительно считают, что он защитник Отечества. Многие люди действительно считают, что на территории Украины идет специальная военная операция, которая была спровоцирована НАТО с помощью Украины, которая не является государственным образованием, а является какой-то перчаткой на руке НАТО. Это удивительно распространенная точка зрения среди сторонников Путина. И их много. Поэтому говорить про фальсификат основания есть. Никогда такого не было, большого фальсификата. Он всегда был, но он не в таких размерах. Сейчас он просто каких-то безумных размеров достиг. Но еще важнее – это успешная манипуляция с мозгами массового избирателя. Это надо иметь в виду. Но при этом тоже надо иметь в виду, что Путин откатил страну из европейского кластера куда-то далеко-далеко и глубоко в евразийское прошлое. Он стал вождем, и при нем формируется уже такая вот потерявшая чувство вменяемости орда. Поэтому европейцам совершенно непонятно, зачем ему 8-7. Ему что, не хватило бы 70, очень важна символическая составляющая. Потому что Россия унижена до статуса вот этой вот орды. А Путин возвышен, по его точке зрения, до статуса вождя. Хотя на самом деле вождь – это звание довольно оскорбительное. Русские императоры никогда до этого не опускались. Вождь – это все-таки для дикарей. Ну ладно, это длинный разговор. Короче говоря, обряд выборов состоялся. Его функция выполнена. Путин велик, могуч из бронзы, из гранита, из титана или стали. И рядом с ним там трое каких-то представителей мелкой фауны, которые набрали не больше 4%. На самом деле было не так. На самом деле у Путина было меньше 87, но очень много. У Дыванкова было 10-12. Ну там остальные действительно поменьше. Так или иначе, реальной конкуренции в России нет. И Путин это продемонстрировал. И теперь он считает себя убедительно победившим. Соответственно, у него развязаны руки для дальнейших. А – репрессий. Б – завинчивание экономических гаек. С – сбора налога кровью для того, чтобы продолжать войну. И – д – для дальнейшего ухудшения отношений с Западом и с европейским миром. Вот в России тоже комментируют результаты этих псевдовыборов. И вот российский оппозиционер и политзаключенный Илья Яшин написал, что вместо того, чтобы попытаться, скажем так, сделать все красиво, создать хотя бы видимость честных выборов, Путин предпочел другой путь. Давайте послушаем. Тебе надо поубивать все живое, окружить себя карликами и, выдавая свои фрейдистские комплексы, триумфально вывалить на стол огромный рейтинг. Страна должна оценить его колоссальный размер. Смотрите все, какой большой. Тьфу! Жалкое зрелище. Наверное, результат этих выборов должен погрузить в апатию антивоенную часть общества. Видимо, так задумано, но у меня это все вызывает лишь презрительную ухмылку. Такие выборы не признак силы диктатора, а его саморазоблачение. Дмитрий, вот вы согласны с таким мнением? Ну, в общем, да. Потому что, одна только поправка. Что значит красиво? Вот с точки зрения европейского... Допустить оппозицию, например, допустить? Ну, вот именно. Я про это и говорю. Для европейцев красиво одержать победу в честной борьбе. А для Путина красиво показать, что никого рядом с ним и близко нет. Что он самый главный, что его слово закон, что он велик, могуч, не сгибаем и не сменяем. Разные представления о красоте. Я как раз про это и говорю, что Путин откатил Россию к средневековым евразийским представлениям о величии. Ну, Тамерлан, Чингисхан, Бату, называйте как угодно. Врагов уничтожить, женщину его забрать в полон и таким образом прославиться в веках. Ну, вот жены мобилизованных в России мужчин на войну в Украину тоже возмущены цифрой, нарисованы Путину. И эти 87% они назвали плевком в лицо. Ну, активистки уже не впервые так открыто выступают против диктатора. А после этих псевдовыборов может ли Путин стать жестче реагировать на такие заявления? Ведь раньше, возможно, его как раз сдерживал факт предстоящего голосования. У меня ответ такой. Путин испытывает эйфорию и его избиратели тоже. И им как раз нравится, что они могут кому хотят плюнуть в лицо. Ведь понятно, они не хуже нас с вами понимают, что результат фальсифицированный. Они понимают, что Европа этот результат не признает. И главная мысль такая. Ну да, фальсификат. А вы смотрите, все, кто не согласен, сидят под лавкой и оттуда подтявкивают. А Илья Яшин сидит в тюрьме и долго будет сидеть. Потому что мы сильные. И вот у нас есть такая вот замечательная камуфляжная форма, которую вам показывают сейчас. И плевать мы на всех хотели, потому что у Путина кнопка ядерная. И вот это вот торжествующее хамство, это тоже стилистика, которую Путин привил за последние несколько лет, а может быть 15 лет. Вернее так, он не то, чтобы привил, он возобновил вот эту победную дурь такую, встал на знакомые рельсы Советского Союза, которые вели нас от победы к победе к полному развалу, в конце концов. В конце концов, и Россию он приведет туда же. Но сейчас он переживает вот этот вот период эйфории. Поэтому, да, плюнули в лицо солдатским женам, плюнули в лицо Западу, плюнули в лицо своим собственным избирателям. Я же не говорю про то, что плюнули в лицо Дованкову, который нормально, по-честному, набрал 10-12 процентов. Не бог весь что, но все-таки разница. А официально ему показали 4 и сказали, мальчик, вот твое место. И после этого он кланялся и Путина благодарил. Вот это и есть такой вот отказ, откат к султанщине какой-то, так это назовем, что ли. Но торжествующая султанщина, людям это нравится. Ну вот хотела еще немножко о цифрах конкретнее поговорить. 99% нарисовали Путину в Чечне, 95% в Кемеровской области, больше 90% якобы поддержки приписали на оккупированных украинских территориях. А почему именно в этих регионах, именно в этих областях надо было рисовать такие вот колоссальные цифры? Ну, во-первых, еще лет 20 назад я ввел такое понятие, как электоральный султанат. То есть там как бы выборы, но эти результаты выборов рисуются в соответствии с тем, как это надо местного вожду. Это Чечня, Тыва, Татарстан, Башкортостан, Кемеровская область, кстати, имени Амана Тулеева. И многие другие субъекты Российской Федерации общим числом тогда, 17 штук. В течение 10 лет, 90-х и начала нулевых, они из цикла в цикл давали удивительные результаты явки, консолидированности, поддержки власти и так далее. В пользу местных руководителей. Поскольку местные руководители прямо зависят от Кремля, то, соответственно, и в пользу Кремля. Что касается оккупированных территорий, то пункт первый. Никто не знает, сколько там избирателей. Просто физически. Сколько написали, столько и будет. Никто не знает, как они там голосовали и голосовали ли-ли. Там несколько, ну, конечно, сняли под камеру несколько голосований. И, соответственно, никто не имеет возможности проверить. Но это абсолютно ситуация схожая с той же самой Чечной. Сколько начальству надо, столько оно и сделает. И никто не пикнет, потому что башко торгует. Извините за простоту объяснений. Вот для Путина это идеал. И я еще лет 20 назад говорил о том, что под Путиным Россия... Нет, не 20. Я начал это говорить лет 15 назад. Кстати говоря, начиная с 2014 года и оккупации Крыма. Под Путиным Россия превращается в султанат. А электоральная процедура превращается в кодеризированный процесс. Чеченизированный или кодеризированный, чтобы не обижать чеченских доброкачественных и честных людей. Скажем так, кодеризация России происходит. Просто в Чечне это ведет быстрее, а вся Россия медленнее. Но Путин ее уверенной поступью ведет именно по этому пути. Вот в этот султанат, как вы говорите, чем грозит россиянам? Чего ожидать самим россиянам в России после очередного правления, срока правления Путина, диктатора Путина? Ну, вот это очень важный вопрос, потому что Путин совершенно очевидно понял, что сопротивления нет. Оно сломлено. Кто-то убит, кто-то посажен, кто-то издан из страны. И он может делать все, что хочешь. И его будут поддерживать то ли от страха, то ли от восторга. Ну, как всегда, от страха, смешанного с восторгом, что бывает вот в таких режимах. Поэтому я думаю, что перед выборами он старался не злить потенциального избирателя. Что не говори, но для участия в ритуале должны иметься люди. Значит, они должны прийти на участки, проголосовать и так далее. Поэтому раздражать их не следовало. А после выборов, когда он ощутит свою немеренную силушку, в значительной степени нарисованную, еще раз хочу сказать, но ведь это неважно. Нарисовали, а вы ничего сделать не смогли. Вы же не... У вас сил-то нет противостоять. Куда вы денетесь? Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Как тот же самый Путин говорит. Так вот, у него теперь развязаны руки. И, конечно, конечно, во-первых, он увеличит набор солдат. Куда ему деться? Это не будет называться мобилизацией. Наверное, это будет называться добровольчеством. Но для этого нужны деньги. Денег у него будет мало, он их будет печатать. Потому что вот уже, например, ограничили, кроме нефтяного экспорта, еще и зерновой экспорт. Санкции очень медленно работают, очень неэффективно, но работают. Значит, денег будет меньше, значит, их надо будет печатать. Значит, они будут дешеветь на руках у трудящихся. Налоги он будет повышать. Уже об этом говорят. А куда денешься? Война, вещь, чрезвычайно, дорогая. Русская культура, русский язык будут во всем мире становиться все более токсичными. НАТО будет усиливаться, расширяться количеством членов. Будет расти военная компонент в экономике европейских стран и так далее. Это все в долгосрочном плане траектория, которая мою страну убьет. По заслугам или не по заслугам, это отдельный разговор, не хочу углубляться, но после выборов, конечно, Путин распоясается. Но он, это касательно России, это прежде всего, конечно, проявится в раскручивании репрессий. Вот Яшина вы цитировали. Между прочим, человек 8 лет сидит. А Навальный, ну, вы сами все эту историю знаете. И это, этот каток, он будет сейчас рассыпаться, потому что по стране раскатываться, потому что сторонники Путина, они тоже торжествуют. Наша взяла. Мы силовики, мы, мы что хотим, то и делаем. И не зря Путин привлекает, как он сам сказал, в элиту людей, прошедших там закалку ДНР-ЛНР. То есть абсолютно отморозков, которые к тому же там переживают посттравматический синдром, которые привыкли все свои проблемы решать с помощью пули и гранаты. Но вот эта вот новая элита путинская, которая будет в восторге от предоставленного кадрового лифта и будет смотреть ему в рот, и на нее он сможет опереться, она, естественно, Россию протянет через систему пыток, расстрелов, убийств, разрешенных, не публичных, не так уж важно. Так что прогноз самый скверный. Но другой вопрос, что дело-то в том, что крушение России тоже никому большой радости не доставит, кроме как душевное удовлетворение, потому что гражданская война или дележ власти среди путинских наследников из тех же самых ДНР, ЛНР, например, или из Чечни будет сопровождаться дележом, в частности, ядерного оружия. Представьте себе условного Кадырова или какого-нибудь ТНРовского полевого командира, у которого вдруг оказывается ядерная бомба. в результате распада вот той самой безумной структуры, которую построил Путин. Поэтому так Запад и нервничает и думает, может быть, все-таки лучше с Владимиром Владимировичем, чем с Ахматом Кадырова, как его там, Рамзаном Кадырова, Рамзаном Ахматовичем, дело иметь. Так что ситуация сложнее, чем кажется. Ну вот вы вспомнили о том, что мобилизация может усилиться. Так же считают и в украинском ГУР. Они говорят, что после вот этих всех довыборов стоит ожидать активизации призыва граждан на войну. Хотя мобилизация в России, она не прекращалась, но теперь это могут сделать более открыто. Вы говорите, что это может быть в другой форме. А у меня вопрос, а будет ли протест против мобилизации? Потому что мобилизация, это вы говорите, деньги, то есть это потянет за собой все и дефицит, и налоги. Как-то будут россияне протестовать против этого? Между прочим, рост поддержки. Потому что не все так просто. То, что вы называете мобилизацией, в России не идет. Мобилизация это бесплатно. Бесплатное изобревание человеков-солдаты. Путин отладил другую процедуру. Он платит. И соответственно человеку, который живет где-то глубоко на периферии, зарплата у него 30 тысяч рублей, это хорошо, если, значит, примерно 300 евро, если переводить европейскую валюту, и вдруг ему предлагают зарплату 150-200 тысяч. Для него это неимоверный скачок благосостояния и для его семьи. Другой вопрос, что это рубли, значительной степени напечатанные, со временем они будут дешеветь, но это когда еще произойдет? Через полгода. Этого человека зовут сейчас. Так что вопрос пополнения кадровых ресурсов военных несомненно будет решаться в ускоренном темпе. Называть это мобилизацией можно для простоты, но сам Путин этого термина будет избегать, потому что мобилизация 22-го года ему нанесла ущерб. Но ваш-то главный вопрос про протест. Пока протеста не будет. Будут негодовать матери, жены солдатские, но поскольку у Путина есть прикормленные, сытые, довольные, торжествующие силовики, они этих солдатских жен и матерей прикладом в лоб и во все остальные места совершенно без всяких сомнений разгонят. Хотела еще уточнить по поводу выборов, чтобы так вот псевдовыборов закрыть вопрос этот. В Госдуме предложили исключать россиян из списков избирателей за прогулы выборов. Речь о тех, кто три раза не пришел на выборы любого уровня. А к чему это все? Потому что голосовать это же право, не обязанность. К тому же зачем... Это у вас европейские пережитки говорят. Если бы вы жили в России, вас бы быстро перевоспитали. Никакое это не право, это гражданское, не гражданское, а поддоническое обязанность. И ты должен прийти и зафиксировать искреннюю глубокую любовь к вождю по имени Владимир Владимирович Путин. А если ты это не демонстрируешь, то ты сомнительная личность, отщепенец, враг и вообще твоя нога не должна ступать по священной земле России, обильно понят полито и кровью русских солдат. И так далее. Что касается этих думских инициатив, то ситуация простая. как во всем мире все депутаты хотят понравиться своим избирателям. А российский парламент не исключение. Просто избиратель у них один. И зовут его Владимир Владимирович Путин. Поэтому 450 человек изо всех сил соревнуются в том, чтобы сделать Путину приятное. И в этом смысле вы можете рассматривать парламент как такое изогнутое зеркало, состоящее из 450 маленьких зеркал. И каждый из этих зеркал отражает чаяние Путина, как эти совсем не глупые люди эти чаяния читают. Им кажется, что Путину нравится вот это. Что Путину нравится завинчивание Гайи. Что Путину нравится уничтожение иностранных агентов или тех, кто позволяет себе иметь свое независимое мнение. И поэтому они спешат впереди паровоза с такого рода инициативами. А давайте накажем, а давайте отберем собственность, а давайте уничтожим, а давайте посадим. Избирателю это нравится. Избирателю зовут Владимир Владимирович Путин. Поэтому глядя на каждого из этих депутатов, вы видите просто одну 450-ую часть Владимира Владимировича Путина, такое маленькое зеркальце, где он отражается со всеми своими замечательными причудами. Позволю себе небольшую ремарочку, вы сказали меня бы перевоспитали, но украинцев сложно перевоспитать. По поводу Путина, такой вопрос, а чего он боится? Потому что премьер Эстонии накануне она заявила, что ему, процитирую, легко удается сеять страх в западных обществах, имея ввиду, что на Западе боятся ядерной войны, а он своими заявлениями пытается усилить эту тревогу. Но в то же время Каякала считает, что Путин тоже имеет страхи и на самом деле он боится войны с НАТО. Вы согласны с таким мнением? Как у всех диктаторов, он чрезвычайно озабочен собственной безопасности. Он понимает, что войны с НАТО ему не выдержать. Поэтому я не верю. Я могу ошибаться, как со мной ни разу бывало. Но мне кажется, на НАТО запрыгнуть он испугается. А касательно того, перевоспитают, не перевоспитают, понимаете как? Если не перевоспитают, так убьют. Вот. Извините, пожалуйста. Когда власть в руках мафии, тут никаких ограничений. Кроме НАТО. Вот на НАТО им слабо. То есть все-таки боится НАТО? Да. Еще одно уточнение. Хочу вас спросить про рейды российских добровольческих батальонов на территорию России. Как оцениваете? Потому что сегодня Путин заявил, что это предатели, власовцы. Ну, естественно, а что он еще мог заявить? Другой вопрос, что совершенно непонятно реальные достижения. Потому что одно дело пропагандистская составляющая, а другое дело чего действительно удалось добиться. Конечно, это очень Путину неприятно, потому что он-то собирался организовывать победный марш, примерно такой же, как во время выборов. Он организовал себе на своей территории победный электоральный марш, а на украинской территории он собирался организовать победный марш до Киева. И не удалось. И, в общем-то, все вменяемые люди понимают, что целью был захват Киева. Но сейчас с помощью промывки мозгов это вынуто из массового сознания. Забыли про то, что собирались взять Киев за три, за пять, за десять дней. Два года идет от этой массорубки. Так вот, точно так же из мозгов российской телеаудитории или даже интернет-аудитории вынута эта идея, что на российской территории идут бои. В принципе-то, если бы два года назад об этом сказали, это был бы кошмарный сон. Но Владимир Путин как раз тем и силен, что он крупнейший специалист по варке лягушек. Вы знаете, как известный образ о том, что если лягушку бросить в горячую воду, она оттуда сразу выскочит. А если температуру медленно повышать постепенно, то она там терпит, 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 а потом уже поздно сопротивляться, потому что она сварилась. Но так вот Россия превратилась в такую же вареную лягушку. Им не говорят про это. Люди не знают про это, хотя, в общем-то, есть полный повод вообще-то возмутиться. Владимир Владимирович, ты обещал победный марш по территории Украины, которая не является государством с своей точки зрения. И вот те же самые путинские избиратели, они должны были бы спросить, но у них уже отбиты те части тела, которыми нормальные люди думают. И там стоит путинская матрица. Эта матрица вот этих кадров не покажет, естественно. А если покажет, то фильтр, установленный в мозгу, эту информацию отбросит. Ну да, Путин говорит о том, что это власовцы, предатели и еще чего-то. Но это его заслуга. Он же довел людей до того, что они нападают на территорию своей страны. Они это называют защитой. Но ведь это означает, что военные действия идут на территории вот той самой, с которой Путин стартовал. Вместо победного марша он получает обратку. Этого он признать не в силах, не может. Поэтому, во-первых, этого нет в массовом пространстве, в медийном пространстве. Во-вторых, это все интерпретируется как служба на НАТО, так скажем. Это все щупальца НАТО, которая пытается удушить Россию-матушку. И в некотором смысле путинская пропаганда выворачивает наизнанку и представляет это, посмотрите. Нам, чтобы такого не было, нам надо поддержать Владимира Владимировича Путина. Спасибо вам большое, Дмитрий, за ваше время, за этот разговор и за то, что присоединились к эфиру телеканала Freedom. Я напомню зрителям, Дмитрий Орешкин, российский политолог, был сегодня с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok